Если говорить про неодевантную терапию, то на самом-то деле здесь с точки зрения биологического поведения опухоли ситуации, когда вы лечите неоперабельные заболевания, они могут быть сопоставимы. И вообще-то, если мы говорим неодевантная терапия, то, разумеется, терапия до операции зарождалась в тех клинических ситуациях, когда просто опухоль была неоперабельная. Еще в начале века хирурги отчаянно пытались уменьшить размеры опухоли, чтобы ее можно было удалить. Химиопрепаратов тогда не было, поэтому если мы берем историю неодевантной терапии, то это прежде всего облучение опухоли в попытке сделать ее операбельной. В чем определенные есть нюансы? Если для одевантной терапии есть какие-то животные модели, ну, пытаются экспериментировать с количеством клеток, то для неодевантной терапии нет полноценных животных моделей. Ну, потому что, что вы на мыши, на крысы, где есть канцерогенные опухоли, настоящую операцию сымитируете, вряд ли, честно говоря. Потом, если мы берем опухоли у животных, у них весьма условная чувствительность к химиопрепаратам. Поэтому там, на самом-то деле, если брать вообще все, что подразумевается под предоперационной терапией, это в основном клинические рассуждения, которые зачастую граничат с холастикой, потому что никакого материального субстрата, чтобы были какие-то эксперименты модельные, здесь, как правило, нет. И все, что мы говорим про преимущества или недостатки терапии до или после операции, как правило, противопоставляется не одевантной терапии до операции, а одевантной терапии после операции, то все это рассуждения на уровне здравого смысла, которые ничего общего не имеют с доказательной базой. Ну, допустим, абсолютно твердо понятно, что не одевантная терапия – это, с одной стороны, когда вообще никакого выхода нет, ну, не прооперировать. И, допустим, при… тут вопрос терминологии. При раке яичников очень часто приходится начинать с терапии, потому что иначе нельзя прооперировать опухоль, но она и называется иначе, она называется и терапия первой линии, и первичная терапия, а иногда ее называют не одевантной терапией. Здесь специфика англоязычной литературы, там термин сам по себе не имеет ценности, важен его контекст. Другое дело, когда это спорная ситуация, ну, например, при молочной железе цель здесь уменьшить опухоль, чтобы сохранить косметическую функцию органа, а бывают и более серьезные вещи. Допустим, таракальные хирурги, они спорят, если не одевантная терапия удачная. Можно ли уменьшать объем операции? Дело в том, что если уменьшить объем операции с пульмоноктомией до лопоктомией, то прогноз-то намного лучше, потому что такие пациенты не погибнут от сердечно-легочной недостаточности в перспективе. То есть это все в зависимости от органа очень имеет разные дискуссии. Оптимисты говорили, я как раз буду с этим спорить, что у нас не одевантная терапия, это ин-виво-тест. Вы можете посмотреть, если опухоль уменьшается, ага, значит, это чувствительная терапия, и тогда такую же терапию можно давать после операции. Но, опять же, это фантазии. Мы не знаем, на самом деле, когда опухоль начинает распространяться по организму, те же ли эти клоны. Но идеалисты полагают, что если вы как можно раньше начинаете системную терапию, то вы таким образом контролируете диссеминацию заболевания. Ну, с тем же успехом, в общем-то, на самом-то деле, есть очень элегантная работа, и показывает, что химиотерапия индуцирует образование метастазов, потому что она производит отбор тех клеток, которые обладают способностью к диссеминации. Поэтому вот так говорить на уровне здравого смысла здесь очень и очень опасно. Ну и все-таки, что существенно, что на самом-то деле, я тоже про это буду говорить, неодевантная терапия – очень важный компонент клинических испытаний, что бы ни говорили. Значит, так или иначе, опять же, если мы говорим про целый ряд органов, то, ну, в частности, при раке яичников там очень много пограничных ситуаций, когда можно сначала дотерапию, а можно прооперировать. Что говорят хирурги? Говорят, мы же на старте уменьшаем иногда в тысячи раз объем опухоли, соответственно, раз вы уменьшаете популяцию клеток, которые могли бы диссеминировать, то вы, разумеется, добиваетесь результата. Еще один очень существенный момент. Опять же, при больших операциях. Если вы оперируете первичную опухоль, те участки опухоли, которые остались, они допустимы. Ну, то есть, визуальная инспекция у вас намного эффективнее. Что бывает с раком яичника? Что опухоль-то прекрасно, конечно, уменьшилась на терапии, но единичные очаги невидимые остались, разумеется, они не будут видны хирургу. И поэтому получается, что здесь чисто здравый смысл, он очень много показывает. И что еще существует? Если по неадювантной терапии вообще нет никаких моделей, но вот то, что химиотерапия наиболее эффективна в адювантном режиме, когда остаточные клетки, это показано не только в клинических испытаниях, но и в опытах на мышах. И с этим надо считаться. Недостатки того и другого. Ну, на самом-то деле, представляете, вообще часто это стало нормой, а вообще я, честно говоря, не очень сталкивался с какими-то возражениями, но вообще по здравому смыслу думающему пациенту, наверное, тяжело ходить вообще с опухолью длительное время, потому что, конечно, это резервуар, от которого могут так или иначе появляться злокачественные клоны. Практически все препараты, которые сегодня есть, в той или иной степени мутагенные. Получается, что многие говорят, что неадювантная терапия может способствовать эволюции новых опухолевых клонов. Это показано, в том числе на целом ряде моделей, что да, действительно, у вас именно под влиянием терапии могут возникать более опасные клоны, чем те, которые были. Ну, в частности, для антрациклинов такие эксперименты есть. Очень важный компонент, и я это буду показывать собственными исследованиями. По сути дела, у вас, конечно, уменьшает неадювантная терапия опухолевую массу, но она при этом еще и производит отбор резистентных клонов. Ну и, соответственно, еще один существенный момент. Если мы, как правило, если при молочной железе, где чаще всего применяется неадювантная терапия, это вопрос косметического эффекта, то в остальных случаях это все-таки эффект не косметики, а результатов. Очень многие во время спора говорят, понимаете, да, конечно, если мы выбираем, что сначала, терапия или хирургия, терапия в теории лучше, но вы посчитайте, сколько времени эти пациенты теряют на осложнениях, потому что им не назначить терапию, и сколько вообще ситуаций, когда уже начинается прогрессирование еще до того, как успели адювантную терапию назначить. Понятно, что это агрессивность опухоли, но так или иначе все-таки эти аргументы, от которых сложно отмахиваться. Так или иначе, на сегодняшний день, мне сложно говорить словами стандарты, рекомендации, но поле-то это очень, на самом деле, зыбкое, потому что, если мыслить крайними категориями, то даже полигон для подобных испытаний, неадювантная терапия рака молочной железы, так или иначе, многие предполагают, что все равно это еще остается в той или иной степени экспериментальной областью медицины, где нужны новые клинические наблюдения. У меня личный опыт есть, мы же собственные работы ведем по наследственным ракам, я помню, я докладывал в Швеции на международном симпозиуме результаты применения платиной терапии, и на меня буквально набросился доктор из Голландии, как говорит, вы что, применяете терапию до операции, надо, если операбельный опухоль, надо сразу ее удалять, это очень опасно, применять терапию до операции. Это говорят сертифицированные онкологи из развитых стран, то есть даже здесь, в зависимости от школы, на самом-то деле полного согласия нет. Если вы посмотрите частоту неодевантной терапии при молочной железе, где, казалось бы, самая стандартная, в различных отделениях мамологии, в масштабах страны, ну, конечно, будут колоссальные различия. А что касается других разновидностей опухолей, там еще больше, ну, так сказать, уровень экспериментальности для подобного метода лечения. Но так или иначе, если мы говорим вообще про теорию, самое сложное – это очень близкие вещи. Надо разделять те понимания, когда это… Те ситуации, когда потенциально операбельный пациент и неодевантная терапия назначается для того, чтобы добиться каких-то дополнительных преимуществ. Это одна клиническая ситуация. Другая клиническая ситуация, где у вас заведомо неоперабельные пациенты, неодевантная терапия добавляется для того, чтобы конвертировать операбельную опухоль в неоперабельную опухоль. Биологически эта ситуация исходная. А вот клиническая идеология тут разная. И еще один момент. Идеология циторедуктивных операций. Ну вот подумайте, почему у вас, допустим, если вы начинаете лечить опухоль толстой кишки и то, что называется олигометастатическая болезнь, масса клиник считает, что на пике эффекта химиотерапии нельзя ее долго делать, надо прооперировать, если действительно олигометастатическая болезнь. Я вам приведу массу других локализаций разновидности опухоли, где такой идеологии нет. Есть ли в основе какие-то биологические или экспериментальные соображения? Ничего подобного. Это просто вопрос, как правило, устоявшихся стереотипов, и они меняются каждые 5-10 лет. Я не исключаю, что через какое-то время мы увидим достаточно системный подход, ну, например, к лечению олигометастатической болезни при опухолях молочной железы, когда это станет более или менее стандартным. Главное – договориться, что мы считаем олигометастатической болезнью и провести соответствующие клинические испытания. Ну, теперь наша собственная немножко работа. Я несколько раз уже эти слайды показывал, не несколько, а несколько десятков раз. Но я продолжаю их показывать, потому что, на мой взгляд, они ставят под сомнение очень многие устоявшиеся во зрении. На мой взгляд, это очень-очень удачная работа. Началось все с очень простого. На самом-то деле, если мы берем наследственные опухоли, это БРК-ассоциированные опухоли, вот у нас клетки Анжелины Джоли. Анжелина Джоли, к сожалению, от мамы унаследовала мутированную копию гена БРК. Но она абсолютно здоровый и успешный человек, потому что оставшаяся копия гена БРК работает во всех клетках. Вот это у нас клетка опухоли. Она потому и стала опухолевой клеткой, что оставшаяся копия гена БРК инактивировалась в результате мутации соматической. И у нас получается опухоль. Здесь изумительное терапевтическое окно, потому что здесь нет репарации ДНК, это процесс восстановления ДНК. А здесь она есть. И получается, что редчайший случай, когда сложнейшая проблема решения рака, решается простыми способами. Очень простой препарат, с исплотиной или его аналоги, приводит к колоссальным эффектам. Мы, когда планировали эту работу, мы планировали совсем другое. Мы знали, знали, что каждый пятый случай рака яичников – это БРК-ассоциированный рак. Вы взяли 100 человек с раком яичников, 20 из них – это наследственное заболевание. И мы хотели показать достаточно очевидную вещь. Если у нас препараты платины и так всегда применяются для рака яичника, то у нас должны, по идее, пациенты с наследственным раком отвечать лучше, чем пациентки с аспрагическим раком. Так оно и есть. Вот водопад, вот у нас исходный размер опухоли. Зрительно абсолютно очевидно, что, конечно, у нас пациентки с наследственным раком отвечают на терапию очень хорошо. А теперь давайте проследим судьбу усредненной пациентки с наследственным раком яичника. К сожалению, все эти пациентки диагностируются на поздних стадиях, потому что заболевание бессимптомное и профилактические осмотры здесь мало что помогают. Это очень плохая разновидность опухолей. Соответственно, практически подавляющее большинство из них в условиях реальной клиники сначала попадают на первичную терапию. Мы можем называть ее неодевантной для того, чтобы конвертировать неоперабельный рак в операбельный. Так как размер опухоли уменьшается очень быстро, потому что это чувствительные опухоли платины, все эти пациентки так или иначе радикально прооперированы, никаких видимых очагов нет. И дальше такая же эффективная терапия, которая многократно уменьшила размер опухоли до операции, назначается после операции, чтобы уничтожить оставшиеся невидимые опухолевые клетки. Но если у нас такая платиновая терапия эффективна, если у нас так быстро происходит уменьшение опухоли, если неодевантная терапия – это инвиво-тест, как нам говорили в 80-х годах, чтобы персонифицировать одевантную терапию, почему все эти пациентки персонифицируют, почему все эти пациентки рецидивируют в течение года? Нам удалось найти ответ. Посмотрите, что происходит. Вот у нас исходная опухоль. Здесь все нормально, здесь действительно есть БРК-дефицит. А вот это те остаточные опухоли и массы, которые удалил хирург. Что в них произошло? Восстановление функции БРК. Это второе событие? Нет. За счет целого ряда лабораторных экспериментов мы показываем, что создается ощущение, как будто опухоль знает, чем ее будут лечить. Оказывается, в опухоли присутствуют, персистируют единичные клетки сохранной БРК-функции. И что получается? Действительно получается, что вы назначаете терапию, которая воздействует на большую часть опухоли, то есть на видимую часть. Но вот эта популяция, которая обеспечивает потом рецидив, она остается интактной, на нее платина не может действовать. Ну, на самом-то деле, это очень печальная новость, потому что мы все так радуемся, когда опухоль уменьшается в процессе терапии. По-видимому, это если понимать, что опухоль – это совокупность разных популяций клеток, биологически разных, то получается, что это разнонаправленный процесс. Мы уничтожаем резистентные клетки, но именно на этом фоне действительно происходит взрыв, ускорение роста клеток резистентных. Это показано, и получается, что, в общем, здесь лечить рак очень сложно. Ну, на самом-то деле, посмотрите, вот это классическое представление, которое так или иначе сейчас уже проходит в институтах. Вот у нас исходная клетка, вот произошла утрата оставшегося аллелия БРК, и вот у вас возникла доследственная опухоль. Что показывают наши работы? Наши работы показывают, что вот это событие не может быть первым. Сначала, сначала в опухоли должно произойти другое событие – мутация П53. Почему так? Потому что вот такая мутация, утрата БРК1, несовместима с жизнеспособностью клетки. Клетка погибает по механизму апоптоза. Сначала появляется мутация П53, чтобы клетка не погибла от апоптоза, а потом реализуется механизм наследственного рака. Самое ужасное – это было бы кабинетной наукой. Но самое ужасное, что вот эти два вида клеток всегда персистируют в опухоли. Любая наследственная опухоль – это смесь двух видов клеток. Очень мало вот этих клеток, но они все равно сохраняются. И много вот этих клеток. Соответственно, когда вы воздействуете платиной, то получается, что у вас вот эти клетки остаются, и потом все возникает сло. Как с этим бороться? Ну, в этом плане у онкологов есть стандартный подход. Если хочется элиминировать больше опухолевых клеток, надо пытаться интенсифицировать терапию. Мы основывались на наших собственных работах. Мы несколько лет назад провели клиническое испытание с метамицином, а это другой БРК-специфический препарат. Но, вопреки всем нашим гипотезам, он воздействовал не только на платиночувитные, но и на платинорезистентные опухоли. И тут то, что интуитивно онкологам понятно. Совместить два препарата, которые раньше показывали эффекты. Метамицин и цисплатин. Нюансы какие? У нас прекрасные инструкции по регистрации метамицина. В 80-е годы метамицин у нас зарегистрирован для лечения злокачественных опухолей. Больше ничего не сказано. И второе, вот эта комбинация цисплатин-метамицин, она применялась раньше. Поэтому, на самом-то деле, мы могли с пониманием безопасности эту схему применить. И вот, посмотрите, это предоперационная терапия. Это те пациентки с раком яичника, которых с самого начала прооперировать нельзя. 12 человек проспективно у нас получают комбинацию цисплатин-метамицин. А вот эта ретроспективная группа, 62 человека, это тоже пациентки с наследственным раком, которые исторически получали стандартную терапию. Эти схемы разные. Ну, посмотрите, во-первых, частота объективного ответа. Здесь у нас 12 из 12, 100%, а вот здесь у нас 58%. То есть это, согласитесь, значимо с точки зрения здравого смысла. Но самое-самое главное. При раке яичника никогда не бывает полных морфологических ответов на неодевантную терапию. Теперь-то мы знаем почему, потому что это две популяции клеток, и вот эти клетки всегда остаются. Это не молочная железа. При раке яичника никогда не бывает полных морфологических ответов на неодевантную терапию. А посмотрите, ну у нас числа, конечно, маленькие, 2 из 12, но у нас у двух пациенток полный морфологический ответ на подобную терапию. То есть есть надежда, что они излечены от распространенного рака. Вот это, на мой взгляд, очень важный индикатор, что, в общем-то, эта схема действительно лучше, чем другие. Ну, таким образом, здесь, по сути дела, выводы. Я не буду повторять, но на самом-то деле очень многие вещи ставятся под сомнение. Ну, для тех, кто хорошо учится в институте молодежи, она очень будет удивительно узнать, что утрата оставшегося аллеля – это не первое звено возникновения наследственного рака. Важное звено, ключевое звено, но не первое. Но с точки зрения клинициста, ну, посмотрите, это же действительно азбука. Если была неадювантная терапия, ну, при ракичнике, то такую же терапию надо назначать после операции. На самом деле мамологи интуитивно от этой логики отошли. Отошли за счет клинических испытаний, а не за счет каких-то экспериментов. Посмотрите здесь, как построено клиническое испытание. Пациентки получают антрациклины и токсаны до операции. Если у них есть морфологический ответ полный, у них вообще нет адювантной терапии, нет остаточных клеток, нечего элиминировать. А вот если полного морфологического ответа нет, тогда они получают ксилоду, капицитабин. Ну и что тут показывает, что здесь, там, где нет полного морфологического ответа, дать капицитабин – это лучше, чем не давать ничего. Ну, понятно, остаточные клетки остались, у нас меняется препарат, эмпирически меняется, но какую-то прибавку в прогнозе это дает. Еще немножко, несколько охотничьих рассказов, они уже менее значимые, но так или иначе тоже о чем-то говорят. Все-таки очень важный контроль для неадювантной терапии – остались опухолевые клетки или нет. Если они остались, неважно, какая глубина ответа, это, в общем, коррелирует с плохим прогнозом. Если не остались, то это очень хорошо. Ну, к вопросу о циторедуктивных операциях. У нас Евгений Владимирович Левченко, он, в общем-то, так сказать, я с ним согласен. Если действительно пациент, пациентка получают эффективную терапию, остался один начак, он никогда не уйдет на системную терапию. Действительно, лучше вот это так или иначе какое-то вмешательство локальное. Я не говорю про метод. Это может быть в зависимости от локализации хирургия ножом, это может быть радиохирургия. Но мне, с точки зрения всех этих представлений, как клетки отвечают на терапию, кажется, очень разумно больных с остаточными очагами пытаться с этими очагами что-то делать помимо системной терапии. Ну и вот, соответственно, хорошие препараты есть. АЛК-ингибиторы удаляются у пациентки остаточная опухоль. Морфологи говорят полный морфологический ответ. Но это здорово. Но они направляют к нам материал на молекулярное исследование. Молекулярное исследование более чувствительное, чем морфологическое. И, увы, мы на этом материале видим опухолевые клетки. Это важно, потому что теоретически, если полный морфологический ответ, можно было вообще эту терапию не прервать, по сути дела. Если морфологического ответа нет, то, в общем, это важный аргумент, чтобы продолжить терапию ингибиторами АЛК, потому что клетки остались. Но, опять же, здесь еще один нюанс. Мы потом уже скорее ради развлечения, ради науки отправили этот же препарат другому морфологу, да какой полный регресс. Да посмотрите, тут полно клеток эпителиальных. Проблема, что вот все эти анализы, они, ко всему прочему, жутко субъективны. Это такая методика. И это тоже, в общем, очень затрудняет работу, в том числе и с неодевантной терапией. Где-то с 2012 года, более или менее официально, в рамках Food and Drug Administration, то есть это фармкомитет США, они принимают клинические испытания, сделанные в режиме неодевантной терапии. Идея такая, что все-таки неодевантная терапия, во-первых, позволяет сделать очень быстрое клиническое испытание, а там же надо ждать несколько недель до операции, чтобы понять, есть эффект или нет. Во-вторых, все-таки руки хирурга. А потом и исследователи попадают в морфологический материал, и изучая его различные характеристики, можно оценить, работает препарат или не работает. Ну, опять же, вообще сейчас довольно много публикуется неодевантных испытаний. Допустим, я 20 минут назад рассказывал на сессии по меланоме, что мне очень понравилась работа, где на 3 недели всего дают иммунный препарат для лечения меланомы в рамках неодеванта. И оказывается, через 3 недели, удалив эту меланому, можно сказать, вообще будет результат этой иммунотерапии или нет. Потому что если результат есть, чтобы там не говорили про отсроченный ответ, про все эти критерии, рецисто-иммунологические с 4 месяцами, ничего подобного. Если результат будет, то он уже виден через 3 недели. Это важно для пациента, это важно для экономики, чтобы вот эти препараты все-таки не разбрасывать зря. Согласитесь, при целом виде раков биопсию через 3 недели после начала лечения сделать можно. Ну и опять же, это уже скорее просто показать наши собственные работы в этом направлении. Да, это неодевантная терапия при раке молочной железы. Мы отбирали пациентов именно с БРК-мутациями. И так как цисплатин не входит в стандартную терапию, он испытывался в данном случае неодевантно. И здесь, в общем-то, эффекты есть, по крайней мере, краткосрочные. Но что касается долгосрочных эффектов, то, конечно, это требует совсем другого подхода. Они просто взяли... Неодевантная терапия годится только для самых прикидочных, для первичных, в общем-то, экспериментов, клинических испытаний с гарантированным отсутствием ущерба для больного. Онкогинекологи. У них очень спорят европейская, американская школа, потому что по-хорошему, если у идеального пациента, если все происходит идеально, действительно намного лучше сделать полную циторедукцию. Хирурги говорят, что если очень иметь хорошую квалификацию хирургов, анестезиологов, палат реанимации и долго делать операцию от 8 до 12 часов, то примерно 80% пациентов с раком яичника у них можно достигнуть первичной циторедукции за счет того, что кишка оперируется, печень оперируется, селезенка оперируется. То есть там помимо гинекологов могут еще работать другие специалисты. 8-12 часов тратить на каждого пациентку не позволяет, не могут себе позволить все страны. Не везде такие хорошие хирурги, не везде такие хорошие показатели интенсивной терапии. И европейцы говорят, вы столько же теряете, сколько находите. Потому что вот у вас переоперационная смертность, она до 5%, вот у вас откладывается адювантная терапия. Если посмотреть на выходе, то сопоставимые результаты, но здесь практически невозможно сделать рандомизированное настоящее испытание. Посмотрите, это наш ретроспективный опыт, но он вообще на самом деле интересный. Если мы возьмем пациенток с сирозной карциномой яичника высокой степени злокачественности, таких пациенток большинство, но не все. Каждая третья, одна из трех у нас с БРК-мутацией. Соответственно, вот эти пациентки с сирозными карциномами яичника высокой степени злокачественности делятся на с БРК-мутацией без таковой. Если нет БРК-мутации, надо согласиться с американскими коллегами. Наши данные показывают, если сначала им делается операция, а потом назначается терапия, у них лучше. Это далеко не всегда вопрос тактики. В тех, кто попали на операцию, у них может оказаться лучшее состояние здоровья, меньше распространенность опухоли. Это очень субъективные такие факторы. Тут нельзя это все воспринимать буквально. Но если БРК-мутация есть, это очень химиочувствительный опухоль. И вот здесь, честно говоря, уже две одинаковых работы. Наши и такое же исследование в Италии показывают, что если вам не хочется делать операцию, и вы хотите начать с ней одевантной терапии, вам и пациентке так комфортнее, вы ничего не потеряете. А вот это важно, потому что у нас треть пациенток выпадают из железного правила любой ценой, надо попытаться сделать сначала операцию. Готовы ли мы это внедрять? Я считаю, что преждевременно. Но все-таки два исследования на эту тему уже есть. От них нельзя отмахиваться. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович, за блестящую лекцию. И вы блестяще уложили с регламентом. У нас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста. Вопрос заключается в чем? Мы оперируем тогда, когда достигаем этот первый эффект, или мы продолжаем возможности химиотерапии до тех пор, пока... Я понял, твердое мое убеждение, что когда возможности этой лекарственной терапии закончились, говорят, а теперь, может, хирурги что-нибудь сделают, это неправильно. Несомненно, если мы ставим вопрос об целесообразности операции, оперировать нужно на пике эффекта. Другой вопрос. Тут как раз от специальности к специальности, от хирурга к хирургу, вот эти показания к операции, нужно ли оперировать или нет, они варьируют. И опять же здесь настоящих клинических испытаний, вот таких продуманных, ожидается мало. Но очень частое заблуждение, когда я вижу в клинике, когда к смешным специалистам обращаются, тогда, когда свои возможности исчерпаны. Вот это принципиальное отличие от целого ряда школ, допустим. Ну, рак толстой кишки везде лечат немножко одинаково, а во Франции действительно у них терапевт консультируется с хирургом. И вот когда оперируются больные на пике эффекта, тогда от этого какая-то прибавка, ну, по крайней мере, в теории, возможно. Я уже не говорю про практику. Спасибо. Евгений Науч, вы говорили по поводу появления резистентных клонов, как бы, да, вы каким-то образом пытались оценить, это ситуация именно ДНОВа, да, то есть это клоны, которые появляются в процессе терапии, или это селекция? Вот как раз-то мы это пытались... Видите, мы... Самая главная для нас проблема была именно ответить на тот вопрос, который вы задаете. Потому что в отношении эволюции клонов, когда возникает вторая мутация, это известный факт в отношении резистентности ВРК. А если вы пациентку лечите 4 года, то у нее действительно после третьей линии терапии и очередном рецидиве будет вторая мутация в ЕНИ-БРК, которая восстановит его функцию. Это известно. Что мы показываем, и это принципиально важно, и это не укладывается в догмы, что в опухоли уже присутствует популяция клеток, которая биологически зачем-то нужна. Эти клетки не могут быстро прореферировать, но они какую-то функцию в поддержании опухоли как существа играют. И получается, что это селекция того, что уже есть. В этом самая ужасная новость. На самом деле, для этого, наверное, как раз и нужны хирурги, которые потом удаляют то, что осталось. Вопрос о том, чтобы в микрометастазах просто не было этих самых кусочков. Тут извечный вопрос человечества до или после. Об этом же связано с... Об этом же все олимпиаде в антитропе. Евгений Нович, я очень люблю его слушать выступление, но вообще сейчас я его хочу ущипнуть. Ну, например, известно сейчас при раке предстательной железы оказывается, что более 90% клеток имеют рецепторы, рецепторы андрогенов. А 10%, которые остаются, когда мы выбиваем эти 90% гормонами, дают рост. И теперь в Америке это стало просто практикой. Они сочетают одновременное действие на гормональные рецепторы и дают еще дотстоксил, который разрушает эти менее 10% клеток, которым наплевать на гормоны. Такую комбинацию. Затем я еще хотел бы сказать, что вот как я увидел стремление, так сказать, что раньше удалять, а потом давать химиотерапию. Мне кажется, это не совсем правильно. Я сейчас вспоминаю своего директора, который был вообще замечательным хирургом, но когда он посетил Слоун Кеттеринг, он увидел там колоссальные операции, он рассказывал, что санитары не знают, где больной, а где препарат, потому что удаляются множество органов и так далее. Понимаете, вот понимаете, уход к первичной хирургии, тем более, когда и там много метастазов, и вы сами говорите, что там может быть много мутаций разных. Понимаете, вот этот нехороший уход сейчас, потому что они плохо живут без органов и вообще не живут без органов, которые удаляют хирурги. И при раке поджелудочной железы я уже говорил о том, что только 0,2% входит в число пациентов, излеченных более 5 лет в Соединенных Штатах Америки. Это у них в регистре это написано. Поэтому мне кажется, что сначала все-таки надо лекарственную терапию дать, если невозможно сразу удалить и удалить в пределах. Но только не в таких пределах, когда одновременно удалить целые органы, а когда стадия маленькая, там первая, вторая, конечно, в счете, наверное, нужно сразу делать операции. Но если это третья стадия уже, с подозрением, здесь надо включать лекарственную терапию. Ну, я, если честно, думаю, что здесь как раз-то в этом смысл, что здесь все-таки, вот если брать всю эту область, это все вопрос веры и в какой-то степени вопрос холастики. Потому что здесь моделей очень мало таких адекватных, а клинические испытания на все ситуации не сделаешь. То, что в общем-то, на самом-то деле взаимодействие специалистов разных специальностей дает феноменальный прирост результатов, тут, я думаю, мы не спорим. И как раз вот вся эта наука, все эти дискуссии, это скорее все-таки его взаимодействие различных направлений онкологии. Но другое дело, что это взаимодействие подразумевает, конечно, какие-то клинические испытания, потому что на уровне здравого смысла здесь очень сложно проблемы решить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...